Стоит ли сохранять семью, если жена не выполняет своих обязанностей, а муж уже два года изменяет жене с другой женщиной, но пока не хочет разводиться двое детей? Один след супружести. Как правильно растить ребенка одной, если не замужа никогда не была? Вот. Это уже второй вопрос, похоже, в одной записке. Ответ на первый вопрос такой же. Стоит сохранять семью, потому что вы там не поймаете ничего, дальше ничего не поймаете. Ну, разведетесь, допустим. Ну, разведетесь, может, хорошо. Что дальше? Найдете себе другого. Что он будет лучше? Ну, два года попалдеете. Ради этого стоит разводиться. Два года попалдеете, дальше опять будет то же самое. Разницы ведь нет. Проблема ведь не в том, что вам не повезло. Хотите, я вам сейчас, наверное, есть смысл раскрыть некоторые более серьезные вещи, более сложные для понимания вещей. И вам станет все понятно. Вот смотрите, сейчас мы немножко с вами потренируемся. Если женщина бросает своего мужа, у нее в сердце появляется холод. Ну, то есть, понимаете, то есть, между сердцами есть связь у любви. Если я разрубаю отношения, у мужчины появляется жар, он страдает, что его бросили. Понимаете, мучается, то есть, у нее стресс. У женщины, которая бросила холод, она разрубает, потому что у нее холод в сердце. То есть, женщина является источником семейной энергии. Она создает семью, и семья создается на основании ее сердца. То есть, сердце женщины, это та сила, которая создает родственные связи. Женская энергия создает родственные связи. Если женщина бросает, то у нее, она разрубала свою родственную связь, у нее там холод, рубануло в себе в сердце. Дальше что происходит? Она такая же красивая, все то же самое, все классно. Смотрели мультик «Снежная королева»? Кая Герда и «Снежная королева». «Снежная королева» холодная. Она бросила своего «Снежного короля». И захотелось, скаем ей уже любовное отношение с тобой. Вот. Она в холоду, не в сердце, понимаете? То есть, холодной любовью. Холодной любовью в семье не будет. Вот женщина бросила мужа, не раскаялась. Муж уже там женился, все, и назад уже возврата нет, допустим, что делать? Надо думать о святом человеке, молиться, я хочу тебе служить. Постепенно появится чувство сильной досады по поводу того, что произошло. Понимаете, когда человек с духовной энергией соприкасается, у него реанимация начинается внутри. То есть, знаете, как вот, если заморозку вколоть в руку, рука ничего не чувствует. И ты думаешь, ну, нормально, рука хорошая. Но когда начинает уходить эта заморозка, начинается вот этот отходняк, бой вот этот. Вот когда женщина бросает мужа, у нее заморозка в сердце возникает, заморозка. А потом отходняк. И молитва, она сердце ренимирует. И в это время реанимация сердца как раз называется раскаянью. То есть, об этом не надо думать, надо просто продолжать молитву. И вот эта боль о том, что произошло, она сама будет выходить наружу и будет давать тебе знание, что так это не способ вообще жить, решать проблемы. Но люди, которые не занимаются молитвой, они даже не знают, что у них сердце холодное. Женщина может несколько лет пытаться замуж выйти, она встречается, ее все влюбляются, там все, есть мужчина. Но так как родственной энергии нет, она не может замуж выйти никак, не нет силы. Я вот в зале смотрю, вижу много таких женщин сидит. Могу показывать пальцем из них. Да? Вы хотите, чтобы вам показать пальцы? Я не хочу травмировать людей, если честно. Это больная тема. Сами узнайте в своем сердце вашу заморозку. Если вы видите, не можете выйти замуж, бросили кого-то. Вот и все, это и есть диагноз. Ну, то есть, почему не могу выйти замуж, потому что, вот, и, вот, и посмотрите себе в сердце, смотрите, в сердце холодно. В сердце холодно. Не могу выйти замуж, в сердце холодно. А ты такой холодный, как айсберт в океане. И все твои печали там за черною водой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Диагноз поставлен, нет? Мужчина, когда бросает жену, что происходит? Его сердце, наоборот, оно становится, становится конденсатором, требующим женской энергии срочно. То есть, оно, как бы, настраивается очень быстро и сильно на женскую энергию. Но, когда мужчина находит себе другую девушку, бросив жену, то он не может оценить эту личность. Он или женится на ней, или просто гуляет с ней, но он не может ее оценить. Он не понимает, что это домокло отмечет для нее, что она будет его рубать потом в жизни. Она будет так же его бросать, как он бросил свою жену. Не появится холод к нему и так далее. Понимаете? То есть, ему легко найти, мужчина бросил легко кого-то найти. Но кого он себе находит? Находит себе палача. Обычно он очень сильно влюбляется в эту девушку, которую он себе находит. А потом она его убает. И он мучается так же, как мучилась его жена. В этом мире нет никакой несправедливости. Обычно вот такие вещи возникают просто от того, что люди живут для себя. Жизнь для себя заканчивается всегда разводом. Смотрите. Люди в благости всегда сохраняют семьи. Люди в страсти всегда разводятся. Люди в невежестве не могут жить вместе. Это закон. Поэтому разбирать, почему мы не можем жить вместе, очень просто. Потому что вы неправильно живете. У вас не те цели в жизни. Невозможно, ставя целью внешние какие-то вещи, не сердце, не сердечные отношения, а внешние вещи. Невозможно сердца соединить. Если ты не соединяешь сердца в отношениях, значит они не соединятся. Если тебе важнее квартира, машина, холодильник, высокое положение в обществе, пожалуйста, нет проблем. Но сердца у тебя не соединятся в семейной жизни. Ты не сможешь быть счастлив личной жизнью. Можешь гулять там сколько хочешь. Да, у тебя может много телок быть там, корпоративные бани там, все что хочешь. Но счастья не будет. Это просто все мираж.